Израильский эксперт, руководитель Азербайджанского дома в Израиле, Арья Гуд в интервью Баку-ТВ упомянула о митинге в знак протеста против последних военных провокаций Армении и в поддержку вооруженных сил Азербайджана. Шествие было организовано Азербайджанским домом в Израиле напротив Армянского культурного центра и Армянской церкви в Тель-Авив, Яффа, 10 августа прошлого года. Мы провели большой митинг напротив Армянской церкви в Тель-Авив, где мы собрали более 500-600 представителей азербайджанской диаспоры, людей, для которых Азербайджан — это не просто слова, а реально мы решили выразить поддержку азербайджанскому солдату, азербайджанскому офицеру и, конечно же, главнокомандующему вооруженных сил Азербайджана, президенту Азербайджана Ильхаму Али. В этот период мы не могли себе представить, что ровно через месяц произойдут такие революционные события, и Азербайджан, имея 4 резолюции Совета безопасности организации объединенных наций, Азербайджан силой оружия, силой мужества и храбрости азербайджанских солдат, силой и военно-технологического преимущества, в том числе и, благодаря сотрудничеству с Израилем, конечно же, Азербайджан освободит эти территории. Эксперт также подчеркнул, что отношения между Тель-Авивом и Баку всегда отличались особым, чрезвычайно дружественным характером, имеет прочные корни и основаны на великолепных общих традициях мультикультурализма, терпимости и уважения к истории и культуре обоих стран. Он также заявил о том, что в Израиле 8 ноября этого года планируется крупномасштабное проведение мероприятия, посвященное взятию Шуши и годовщине победы Азербайджана во Второй Карабахской войне. Мы планируем большое мероприятие сделать с 8 ноября. Я надеюсь, что азербайджанская община будет более крышкой, потому что, вы знаете, сегодня ситуация с пандемией очень тяжелая, людям очень сложно прийти и собраться, потому что нет на это разрешения. Поэтому мы в данном случае решили, что надеемся, что до 8 ноября ситуация с пандемией изменится, и мы сможем сделать мероприятие достойное Азербайджана. Я просто не сторонник того делать мероприятия для галочки. Я считаю, что очень важно делать мероприятие, которое останется в памяти не только нас, но и наших детей. И это очень важный момент. Отметим, что многолетние отношения между двумя дружескими странами еще более укрепились благодаря многочисленным контактам. Наблюдается высокий уровень доверия и постоянный взаимный диалог.